Ну так хочется сказать салям алейкум братья и сестры но в общем-то добрый так сказать доброго времени суток сегодня мы поговорим об онкологии и о том как онкология сочетается с толстым и тонким кишечником скорее больше с толстым и так как я говорю постоянно и буду говорить это много много раз все болезни исключительно инфекционные то есть они делятся на инфекционные и на безусловно инфекционные что такое инфекция инфекция это те микроорганизмы которые в вас поселились говорю просто например берем аденому простаты аденома простаты это значит микроорганизмы которые построили опухоль именно на сочетании на скрещение простаты уретры и мочевыводящих ну и всех она может даже идти в сторону почек и так далее и так далее и так где селятся где селятся микроорганизмы микроорганизмы селятся в полостях они сразу не попадают ни в ткани вовнутрь не селятся в полостях и соответственно исходя из этого основной такой полостью является толстый кишечник но тут надо понимать одну очень серьезную вещь толстый кишечник это кузница всевозможных клеток которые борются с микроорганизмами то есть это все адепты так сказать иммунной системы лимфоциты лейкоциты всякая вот такая вот все это хиллеры нейтрофилы все она потихонечку выращивается так сказать толстом кишечнике я еще раз повторяю по данным всемирной ассоциации так здоровья человек умирает тогда когда у него стираются клетки желудочно-кишечного тракта а я говорю да они не стираются они просто-напросто покрываются так сказать микроорганизмами и так толстый кишечник что происходит толстом кишечнике это надо понимать потому что вы от этого болеете вы от этого умираете страдаете страдаете вы в одиночку и тут уже ваши родственники пиздливые блять ничего не могут вам сообщить а я вам говорю и так толстый кишечник вот этой процедурой по промыванию кишечника водой это все равно что пытаться мухобойкой поймать орла ничего это никакой пользы не дают и все эти народные целители и все эти центры которые вам говорят что мы вас посадим на эту херню блять и вам 30 литров будет промывать и вы промоете кишечник это все бред сивой кобылы очнитесь друзья мои просто очнитесь больные друзья мои потому что там опухоли понимаете нет там уже опухоли они уже выросли и они там соответственно исходя этого убить эти опухоли можно только достаточно болезненными процедурами содой перекисью клизмами с асд 2f клизмами с болиголовом клизмами с полынью чистотелом и всевозможными ядами уходит на это от года до полутора-двух лет вы меня слышите за два-три дня месяца этот вопрос не решить и каждая мразь которая вам говорит что я вас вылечу за две недели она просто холл хочет получить вас денег повторяю еще раз курс лечения из клизм с этими ядами полтора-два года услышали меня раньше ничего не произойдет все остальное это вранье и так как только вы и хочу добавить еще очень важный такой сам если кто-то считает что количество клеток иммунной системы очень большой глубоко ошибается количество этих клеток невелико одновременно не может быть воспалительный процесс там предположим гайморовых или фронтальных пазухах чтобы был еще одновременно воспалительный процесс на ноге в яйце в руке это сама эта вся группа блуждает по организму и решает свои вопросы она находит эти патогенные клетки им очень тяжело сражаться и чем чище будет толстый кишечник тем легче вырабатывать новых и новых бойцов я еще раз хочу повторить фармацевтические концерны зарабатывают деньги на ваших жизнях вы потребляете продукцию фармацевтических концернов и платите за это своими жизнями а что надо делать нужно уничтожать микроорганизмы и те опухолевые их не города до поселения но это все болезненно почему только по одной простой причине потому что они уже построились они вашими клетками выстроили себе государство то есть опухоли хочу я закончить вот чем вся информация есть свищева лебедев крестоп на сегодня все